Итак, давайте поговорим о различных частях мозга и о том, что они делают. Части мозга функционируют для разных целей, они делают разные вещи. Вот почему повреждения разных частей мозга имеют разные последствия. Вот почему, когда вы просматриваете сканирование МРТ или ПЭД, или что-то, что регистрирует нейронную активность, вы можете выяснять, исходя из очага действия, что происходит. Итак, первое, что нужно понять, это то, что я говорю о мозге. Но я был бы более точным и более содержательным, если бы говорила о мозге и частях спинного мозга. Таким образом, вам не нужен ваш мозг для всего. Мы совершаем определенные действия, которые могут происходить без мозга. Например, новорожденные сосут молоко матери или вытягивают конечности назад, чтобы избавиться от боли или рвоты. Но для всего остального, о чем мы будем говорить в этом курсе, это мозг. Таким образом, некоторые структуры мозга, которые занимают большое пространство, называются подкорковыми, что означает, что они находятся ниже коры головного мозга, следовательно, они находятся в центре мозга. Он включает в себя часть мозга, такую как продолговатый мозг. Он контролирует определенные автоматические функции, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление, глотание и так далее. Он включает в себя мозжечок, который участвует в балансе тела и координации мышц. Он содержит около 30 миллиардов нейронов. Итак, это далеко не маленькая картошка. Гипоталамус отвечает за питание, сексуальное влечение, жажду, аппетит. Мы же поговорим об эмоциях или внутренних желаниях. Вернемся к этим частям мозга. Для таких аспектов психологии, которые характерны для нас и которые делают нас людьми, мы в основном будем сосредоточены на внешнем слое, коре головного мозга. Итак, кора головного мозга представляет собой очень сильно скомканную вещь. Если вы возьмете мозг, вытащите кору и попытаетесь выпрямить ее, он будет будто коврик, который вы получили с багажника своей машины, и раскручиваете. По размерам он будет около 2 квадратных футов. Получается, что будет очень сложно в выпрямленном состоянии поместить его внутрь. Он толщиной около 3 миллиметров. Здесь, по крайней мере, то, что мне интересно, оно здесь и происходит. Откуда берется рассуждение, язык и сложное восприятие? У рыб нет коры головного мозга, у рептилий и птиц совсем мало, но у приматов, включающих людей, его много. Когда вы посмотрите на кору, вы увидите, что она имеет две половины. Он имеет левую и правую половину. Для каждой из этих половин при взгляде на нее можно разграничить мозг. Кору на разные доли. Он идет от лба к спине. Лобная доля достаточно удобно располагается на передней стороне. Также есть теменная доля, затылочная доля и височная доля. В каждой из этих долей есть разные вещи, о которых мы немного поговорим. Под этим я подразумеваю то, что он включает в себя топографические карты, где вещи, которые находятся близко друг к другу в мозге, одинаково близки друг к другу в теле. Итак, есть моторная область, где если бы вы были в шоке, части этого мозга, части тела, соответственно, бы подергивались. Как и следовало ожидать, средний палец находится рядом с большим пальцем, который находится ближе к локтю. Если оно близко к реальному миру, а ваше тело близко к мозгу, то есть первичная самосенсорная область, самосенсорная область – это органы чувств. Там, если у вас есть кто-то за операционным столом, и вы шокируете людей, они будут испытывать вещи, они могут испытывать звук, вспышку света или прикосновение. Фактически, в затылочной доле у вас есть карта для зрения, а во временной доле у вас есть карта для звука, что действительно круто. Я сказал, что карта топографическая, но размер области мозга не соответствует размеру реальных областей тела, а скорее в той степени, в которой есть моторная или сенсорная функция.